но опять-таки обязательно он должен быть потому как благодаря именно лоренцо это его парфюмерный оскар пипер негрун да рассказывала историю про олега николаевича нет еще я не знаю может олег николаевич и за ним ходили и идея Дальше он совершенно потрясающий. Но в шлейфе, да. То есть перец вот этот немного... Перечная рота уходит от смыслов через какое-то время, и дальше аромат еще будет удивлять. Кто может переждать перец на коже, вы пробуйте поносить. Вот девушка в первом ряду, наверное, будет Лоренцо. Все нравится. Да, реально, все нравится. Ну, я, кстати, вот всех парфюмоньяков проверяю по Лоренцо. Ну, как я? Ну, вот у меня были раньше консультанты начинающие, которые в парфюмерии постольку-поскольку. И вот начиналось всегда обучение с Лоренцо. Вот я думаю сразу. Ну, вот смотришь на человека, как он. И вот творческие люди все. У меня была одна певица, она, кстати, в Киеве сейчас живет. Она такая с консерваторией такая. Потрясающая красотка. Она, когда я начала распылять Лоренцо, она просто настолько влюбилась. Она у всех своих клиентов на следующий день уже привела каких-то друзей. И с такими глазами показывала. И Донона наносила, и Пипернигрум наносила. Творческий человек вообще. И как бы я поняла, что с него будет толк. Вот она действительно настолько подавала нишу. И вот она ходила, рассказывала. С такими горящими глазами они убрали. Покупали любой аромат, который она... Но Лоренцо это просто была ее любовь с первого вздоха. Вот. Поэтому сейчас она, к сожалению, пошла уже по своей профессии. Какая-то знаменитая певица. Так, что мы дальше? Иперборея. Иперборея, как бы, вот в чем? Иперборея, скажем так, ее фишка. В том, что в ней содержатся влажные ноты. Есть ароматы, которые, вот, они относятся к влажным звучаниям. Ну, вот, в принципе, из таких ярко выраженных... Я не знаю, может, вы знаете, парфюмер-генерал-психотроп аромат. С нотами тоже там сирень и вода. Очень много воды и сирени. И вот он такой какой-то влажный, который вот раскрывается именно вот в дождь. Его надо носить для того, чтобы подчеркнуть его к росту. Иперборея относится к цветочно-зеленому семейству. Но, опять-таки, в ней есть в этом аромате ноты влаги. Вот. И с одной стороны он, как бы, свежий. Но с другой стороны цветочные ноты зеленые. Плюс апельсиновый цвет. А с апельсиновым цветом надо быть тоже осторожны. Наносить на кожу клиенту. Потому что апельсиновый цвет имеет свойство иногда замыливаться на коже. Цветы апельсинового дерева. Если они ярко выражены, и вы это видите, наносите лучше клиенту на кожу. Есть случаи, когда этого не происходит. Но, к сожалению, в 60% из-за это происходит. А мы, так как мы говорим правду, я лично всем говорю всегда правду. Может, даже смеялись. Аромат стойкий? Два часа держится. Как? За что же я плачу? Вот. Ну, значит, там... У нас же люди хотят цитруса на целый день. Это нереально. Вот. Это нереально. Берите сотку и для полива используйте каждые два часа. А, 1965-й колонн. Андрюша, колонн какой? Там не только цитрус. Там надо смотреть базу. Извини меня, вон розин колонь, он тоже гисперидный. Но из-за того, что там амбровая база, этот цитрус протянутый, он как бы закреплен. А если хотят мандарина, вот именно цитруса, и там нету, ну, например, в базовой ноте кедр недолгоиграющий компонент и мускус. Они, ну, легкие. Мускус вообще как бы создан для того, чтобы подчеркнуть чистоту аромата. Вот. И округлить его. Он не создан для продления шлейфа. Вот. Поэтому и перборея, его вот вовремя дожди. Дожди, погода такая вот с, скажем так, когда вот осень, и вот дождливая погода для того, чтобы показать, подчеркнуть красоту этого. Вот этот аромат, он звучит именно в дождь. Вот эти влажные, влажные ноты, влажные ноты. В жару он может замыливаться. У меня как-то домфордовский бургус. Да? Чистым, да. Ну, вот эти апельсиновые цветы плюс мускус, они вот дают такое звучание. Но на коже может замыливаться. Ну, на самом деле, и перборея обмачила прозрачное. Я когда выбирала Лореси и Лореси, у меня был путь достаточно сложный. Я тяжело с ним знакомилась, тяжело на себя носила. Я выбрала Экель-Парик, как самый легкий аромат. Это был совершенно... Нет, он не легкий. Свой, он очень обволакивающий, он очень красивый, но он не прозрачный. Он не прозрачный, да, и как бы его даже как свежий не подавайте. То есть свежесть, в нем относительная свежесть. Вот, то есть есть набор компонентов, цветов, которые не позиционируют его как свежий. Он скорее зеленый цветочный, чем свежий. Но и с такими влажными нотами. Очень хороший он в банной линии. Баллосион вообще для тела потрясающий. Идет вода в эмульсии, то есть он и не вода, и не крем, а легкая такая текстура. Впитывается моментально в кожу, кожа глянец, и вот легкий-легкий оттенок Эпербореи. Вот банная линия, аллосион вообще фантастический. Атесея не будет? Нет? Хорошо. Аурамарис? Нет? Нет? В слайдах нет, но потом, кому интересно, будет посмотреть Аурамарис. Вот, тоже великолепный вариант. Просто видели по-живому, что не будем показывать. Да, очень много, вы просто нагрузитесь. Переходим к классической линии. Это первые два аромата Ома и Дона. Это ароматы, которые были созданы в 1992 году. Лоренцо Виллорези их создал как аромат для мужчин и для женщин. Это два единственных аромата, которые имеют какую-то гендерную принадлежность, а не унисекс. Ома, аромат, который подчеркивает внутренний мир мужчины, он создан был для этого. С очень широким диапазоном звучания, то есть от цитрусовых нот, от бергамота, бергардио, масла, лимона, апельсина до мощнейшей базы, в которую входит и древесный мох, и ветивер, и очень много разных резиноидов. Кедровое дерево и пачули. Кстати, ветивер-пачули в сочетании, это компоненты очень мощные, древесные. И они как бы даже между собой, вот, где-то по звучанию похожи. Вот если говорить о чистых маслах. И они когда сочетаются с дуэтом, это обычно, я их называю лучи триумфатора. То есть и ветиверы-пачули это денежные компоненты. Они притягивают материальные блага. Если они находятся в шлейфе, обычно создают для людей успешных, а это символизирует успех. И когда они вдвоем, вот, в дуэте, обычно это компоненты, которые благоприятно действуют на своего обладателя. Вот. У нас даже есть отдельно в коллекции ветиверы-пачули, и их даже миксуют между собой, чтобы создать вот именно такой неповторимый образ. Но об этом уже поговорим, уже пачули. Да, про дом еще не рассказали. Все ждут дом. Да. Все ждут. Так, Ома. Ома обожают. У него тоже широкая, очень широкий диапазон, широкая банная линия. То есть есть такая у Ома позиция. Это тоник после бритья. То есть идет не эмульсия, не крем. Вот то, что мужчины не любят ничего жирного. А идет такая легкая водичка, но она вот как в виде эмульсии. То есть вода, но в таком, в таком мягком консистенции. И вот у нас даже люди, которые обладают сильнейшей аллергией, говорят, приходят, но там только Лоренцо подходит. Вот, то есть покупают этот тоник после бритья. Плюс есть мыло для бритья, есть мыло, просто мыло. Есть лосьоны для тела, есть гели для душа. Есть подарочные коробки отдельно, красивые, с мишурой, с фирменным логотипом Лоренцо, в которые можно сделать набор. Вот если человек хочет, мы обычно там кладем воду, например, и гель-душ. Или какие-то принадлежности, банные принадлежности. Какое-то мыло для бритья, например, или гель-душ, или лосьон. Парфюмированный дезодорант тоже есть. Но шикарно, он очень красиво, вообще его мужчины любят, потому что в нем есть вот эта грань мужская, прямо древесная, вот эта сдержанность. Но в то же время он такой умиротворяющий, да, он умиротворяющий, он сдержанный. Он именно такой интеллигентный, красивый аромат. И аромат Дона, это женский мир. В чем его вообще прелесть? Когда Лоренцо создавал этот аромат, он создал его из, то, что я вам говорила по Камасураби, но только четко, коктейль для медитации. То есть это роза, это сандал и это нарцисс. Три компонента, которые фактически доминируют в звучании на коже. Чем хорош этот аромат? Аромат снимает головную боль за 15 минут. Проверяли на себе. Донно, да. Хотя вот он, посмотрите по звучанию, каков он не прост и не свеж. И самое главное, что он подходит при снятии женских истерик. При раздражительности, при перепаде настроения наносится донно и все. Ну, многие, когда слышат... Я не знаю, как снимают женские истерики. Ну, аромат, аромат действительно. Вот он в первых нотах такой именно какой-то даже странный. А он потом раскрывает... А духи есть в масле донно? Это вообще, конечно, что-то невероятное. Девочки, может, флакон передать по ряда? Не, у нас еще вон артиллерия есть. Андрюша, куда же флакон передавать? Что-то будем сейчас делать, да? Или позже? Не, подожди. Поэтому, как бы, компоненты... У Лоренции ароматы просто ароматерапия. То есть вы что-то себе хотите, если что-то у вас там с настроением или куда-то отдохнуть пойти. Есть ароматы, которые для прогулок. Взяли аромат и пошли его выгуливать там, и одни пошли на прогулку без никого. Есть ароматы для философских каких-то размышлений. То есть у Лоренции есть что выбрать, именно для себя, для души. Даже не для публики, не желания кем-то казаться. А именно вот все, что идет для себя. То, что идет внутрь. Вот в чем отличие интеллектуальной парфюмерии. То есть мы... Вот... А философский как название ароматов? А? Здесь очень много всего. Но я вот классическую коллекцию предложу. Ну, я бы, например... Для меня... Для меня это, во-первых, пачули. Вот. Ну, это мой любимый. Буду говорить... Это деньги. Это деньги. Это деньги. Причем это работает. Я... Ну, сейчас... Кстати, у нас там что? А, аквадиколония, ничельси. До пачули дойдем. И маск. Вот второй вариант. Я их между собой миксую. Да, да. Вот. Потрясающие два аромата. Ну, сейчас мы до них дойдем. Аквадиколония. Это Наполеон Бонапарт. Значит, знаменитая кейнская вода, которой пользовался Наполеон, выливая себе по 12 литров на голову каждый день. Да, да. Она именно вдохновила Лоренцо на создание аквадиколонии. То есть, это классический фужер. Свежий фужерный аромат. Аромат чистоты, аромат элегантности. Вот то, что входит в какую-то такую... О, боже, что тут такое? А? То, что любят мужчины. То есть, аромат выглаженной рубашки, хорошего дорогого крема для бритья, вот какой-то вот такой вот легкий, свежий такой аккорд. Вот это все признак фужерных аромалов. Ну, и опять-таки, дай Наполеону. У нас клиент говорит, дайте аромат Наполеона. Ну, пожалуйста. У нас два аромата Наполеона. Да, это Авентус Крид и Аквадиколония Лоренцо Велорез. Все, больше нет. Поэтому, как бы, клиент слышит аромат Наполеона, который, как бы, пользовался и каждый день, и его любимый, и Аквадиколония в этом плане. Но очень хороший для любителей фужерных звучаний. У меня подружка, например, пользуется кристалом Шенеевским. Он у меня закончился, и пока мы его покупали, я ей подарила Аквадиколонию. И она, вот это вот тот вариант, как раз, аромата, который она имеет. Это Кристалом Шенеевский. Аквадиколония, кстати, великолепная на подарок и на все случаи жизни, потому что я же говорю, что это классика, как бы, но классика такая, вот вне... Да, лаванда, вот признак фужерных звучаний. Шалфей, гвоздик, апельсин, розмарин и мускус. Нет, так то, Наполеон, так, ну, семья Наполеонов была и ЛТПВ, вот поклонники, как бы, Сара Бернар и Наполеоны. Да, и ЛТПВ, а то, что Наполеон сам себе пользовался, кеньская вода. Но все вокруг Наполеона, потому что Криды тоже создали этот Адвентус и положили туда именно те компоненты, которые любил Наполеон. Это ананасы, фиалки и так далее, вот. Поэтому, ну, возможно, его личность так поражает парфюмеров и его пристрастие прежде всего к ароматам, вот. Поэтому, так, инченси, это сочетание аромат, который сочетает в себе ноты яблока и древесины, то есть античный ритуал, который выполняемый при свете луны, благоухание чистой натуральной древесной смолы и яблочных нот. Очень вкусный аромат. Кстати, аромат, который вы можете предлагать в любое время года. Он настолько хорош, он вкусный благодаря этой фруктовой ноте. И в то же время в нем присутствует такая мягкая древесина с смолами и бальзамами. Основные ноты гальбанум, яблоко, лимон. Гальбанум, как природная смола, подчеркивает очень красиво цитрусовые ноты. Обычно гальбанум в сочетании с цитрусом, цитрус, ну, так как он слабенький сам по себе компонент, благодаря гальбануму он более ярко звучит. Корица, лабданум, мимоза, перец, ладан, мирра, все афродизиаки вот собранные, стераксовое дерево, патуланский бальзам, апопанакс, все смолы и сандаловое дерево, все-все-все, самое-самое вкусное, как афродизиаки, все собраны в аромате ниченси. Все, кто его вдыхает, сразу говорят, ой, вкусный, ой, классный, ой, такой необычный, манкий, с шармом, поэтому ниченси тоже у нас, ну, как бы, очень хорошо продается и хорош в любое время года. Минусы. Очень хорош на коже, очень. Да, да, кто любит ладан, да. Вот у нас очень, кстати, у пенхаллиган эликсир. На ладан, да, да, все хотят ладана. Здесь еще тут мужики. Кстати, вот этот бренд, который у вас есть, там везде почти ладан, если вы видите, что-то такое... Да, с клубничкой, да. Да, очень, 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 классно, ладан. Ладан, ну, и что, на мусорке, каждый, когда работают, все сладко. А здесь ладан, и мира. О, и красный, на одном этом самом стенде два моих любимчика. Да. Во-первых, пачули. Это, ну, для меня лучше пачули, чем... Ну, я еще люблю артизан пачули пач, который тоже приближен к натуральному маслу. Ну, Лоренцо побил все рекорды. Вот, потому что, если сравнивать с пачули Миколев, Мартино Миколев, то это унисекс. И она, ну, немного добавила туда фиалкового корня, тем самым припудрила пачули. А пачули, вот, он красив, хороший, да, но он пудровый, более сладкий. Такой, немножечко слащавый. А у Лоренцо он именно такой, как вот должен быть. Это сырой, гниющий, такой жирный чернозем, сырой, или аромат подвала, сырого дерева. Но насколько он хорош на коже, это просто непередаваемо. У нас есть одна клиентка, которая, ну, она пользуется только этим пачуль. Она говорит, я куда-нибудь саду, мне говорит, Люба, а тебе пахнет с долларами купюрами. А он действительно пахнет деньгами, вот на коже. Он номер 9, да? Болл-стрим в самом деле. Ну вот, и самое уникальное то, что его, у нас клиенты уже, я одной клиентке брызнула, ну, с тестера в кошелек. Во-первых, пачули это афродизиак, он избавляет от неуверенности в себе. Если человек не уверен в себе, если у него нет ораторского дара, а надо выступить, к примеру, пачули снимает страх, блоки, вот эти неуверенности в себе. Вот, да, и как бы привлекает, то есть все, что обладает вот таким вот сырым, немного таким как бы подвальным даже, ну, грубо говоря, звучанием. Вот у нас был один клет, вы знаете, что во Франции запах вот гниющегося, это считается сильнейший афродизиак. То есть пачули, я не, ну, вот это сырая древесина. Вот, и в Лоренце передал именно натуральное масло пачули, ну, я не знаю, лучше некуда. То есть, конечно, здесь в верхней ноте еще лаванда, и в базовой ноте это сандал, ветивер, кедр, дубовый мох и бензонная смола. Стойкость вообще на целый день, аромат, если вы наносите. Вот, и мы как-то клиенту брызгли в кошелек на деньги. Мы брызгаем в кассу, брызгаем в кошелек, работает 100%. У меня уже все друзья, брызни в кошелек, пожалуйста, так пошло. Значит, дом? Синий. Дом, ну, почули, значит. Почули, почули, это... Ну, а давайте нам сразу в кошелек. Пожалуйста, вы можете в перерыве подойти в кошелек. Вот так ты продажи повышают. Так, а кто мог? Он, да, он о коже потом... Он о коже потом просто нереально. А в кошельке вот месяц проходит, открываете кошелек, а там такая атмосфера какая-то, вот, какой-то старинный, чего-то такого вот дорогого. Да, 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 да. Но, кстати, почули можно миксовать. Это у нас как-то летом приехала одна американка, она говорит, что, ну, в принципе, Алена, почули уже с производства снимается, да? Там сказали, что вы... Вот. Дело в том, что там у них... Дело в том, что у них там есть ароматы, несколько ароматов, которые ушли в вентажную коллекцию. Например, витиве, что почули, нет, сонал остался, еще что-то. Я сейчас вспомню. И они создали ароматы Раджикана, они ушли в вентажную коллекцию и не продают их в широкой культе. Они поменяли упаковку, у нас еще есть какие-то запасы, но они их удирают, потому что, ну, воверятся спрашивали, он говорит, нет смысла. Людям такое чистое, как оно есть, нет, ну, не нужно. Вот, поэтому они уже были нацелены на нас. Вот. Ну, вот приезжала к нам американка одна, у нее такой образ был, вообще, мне на всю жизнь запомнился. Она такая, ну, в годах дама, очень загорелая, с такими двумя черными косами, в какой-то сетке, в каких-то таких сабу. И она хотя зашла, там, боже, чем от нее пахнет? И она хотела почули именно Лоренцо, скупить все, что у нас есть, потому что она сказала, в Америке уже нету этих, этого аромата. А на ней был аромат, она когда пошла к кассе рассчитываться, я просто, ну, не удержалась, говорю, а что на вас? Она говорит, а на ней был ветивер. Вот она, как бы, то ветивером, то почули. А где ветивер, кстати? Нет ветивера. Нет, почули стойкие? Очень, очень стойкие. Но почули, это же, они используют почули для запрепления. Почули, во-первых, сам по себе очень мощный компонент. Вот, он... Туалетная. Туалетная. Но это не показатель. Дело в том, что в нишевой парфюмерии понятие туалетной, парфюмированной, то есть все зависит от компонентов. То есть бывает даже в люксе. Туалетная вода более стойкая, чем парфюмированная. Ну, например, Гучераж знаменитый, да? Он когда появился в туалетной воде, он же только в туалетной был. Так он затмевал любой парфюмированный. То же самое Дольче Габбана Лейтблю. Стойкий, но туалетная вода. Все зависит от того, что в базе. Вот надо всегда смотреть по базовой ноте. И сам по себе почули, это древесный компонент, тяжеловес считается. Кедр, легкий компонент. Сандал, почули, ветивер, это три тяжеловеса. Они обычно бывают в базовой ноте, и они формируют шлейф. Чем больше этих компонентов, тем больше долгоиграющий шлейф. Даже вы, прочитав пирамиду, можете сделать выводы. А сам по себе почули, ну и мы смотрим базу, то есть тут и сандалы, ветивер, и дубовый мох, и бензойная смола. То есть тут даже вариантов. Термоядерная. Очень стойкий, да. Ну и объясняйте, почему. Если клиент сомневается, не то, что вы там выдумали, или я наносила, ну на мне не стойкий. А именно по базовым нотам. То есть... Ну тут же так, на мне не стойкий, это значит, я перестал слышать, спросил соседа. Ты слышишь на мне что-нибудь? Ну это же, некоторые бренды уже даже не пишут концентрацию. Там, мы до того лету, вот это, там они уже не... Это новое веяние. Сюда. У нас новое веяние. Смыслом нет? Вот. И еще один аромат, это маск, мускус. Аромат, чем уникален, он не имеет верхних нот вообще. У него сразу идет... Это мускус плюс древесина. Вот. Нет, нет, это... Так, написали, я же говорю, у Лоренца вообще нет, но это именно аромат, его фишка в том, что у него нет верхних нот. Он сразу мускусно-древесным аккордом идет на коже. Вообще, у Лоренца в оригинальных презентациях, мы сейчас готовим прошу новую, у него не расписаны верхние степени, когда традиционно, они ее просто перечислили. Ну да, то же самое, то есть это так. Все равно мы же делаем так, как нам понятнее. Это же наше интерпретация уже. Говорят, с этого нет. Не, не, в маске нету. Нет, в принципе. Ну да, я же сказала, что у них как многогранные идут компоненты, то есть как коллаж. Но для того, чтобы было понятно, ну по крайней мере, хотя бы какие компоненты можно даже расписать по базе. То есть присутствие определенных ингредиентов уже говорит о насколько глубокий и насколько стойкий аромат. И вот этот маск можно миксовать с пачули. Он, конечно, обалденный. Вот осень, зима, весна. Лето, мускусы на многих, ну как бы, не звучат летом. Кто-то говорит, что наоборот звучат. Все индивидуально. Но здесь мускус с древесиной просто изумительный. сильно живет. Да, да. Он тоже есть в духах в масле. Это говорят, что вообще верх совершенства. Здесь роза. Вот. Роза, сандал, вот я слышу очень хорошо, сандаловое дерево. Роза, да, роза герань. сандаловое дерево. Сандал, ну вы знаете, да, что это компонент, который, ну, опять-таки, идет на успокаивающий, успокаивающее, выдает успокаивающее влияние. То есть это помогает при высоком давлении. У кого, ну, человек, когда эмоционально, и в связи с этим как-то скачет давление, помогает, у кого плохой сон. Сандал вдыхает и очень хорошо он успокаивает, умиротворяет. Вот. Поэтому сандаловое дерево, его любят те, кто хочет, опять-таки, о прогулках. Вот берите сандал с собой и гуляйте, и больше ничего не нужно будет. Он очень хорошо успокаивает, да, настраивает на волну позитива, вот, на волну умиротворения. Поэтому один тоже из, ну, вот, если по древесине говорить, почули, это сырая древесина, ветивер, это такая, может быть, древесина с эффектом кожи, что-то пыльное, такое, более сухое, но сухая древесина. А сандал, это бальзамический, сладковатый, такой вот обволакивающий компонент, вот, и, в принципе, очень красив, он вот осенью, зимой. Опять-таки, сандал очень, во многих вариантах, связан с Индией, все-таки. болгарская роза, сандаловое дерево, ветивер, амбра, папанакс и древесный мох. Но сандал доминирует. Ну, все, вот, древесина вся в классической коллекции у Лоренцо прекрасна. Потому что, жалко, что ветивера нет, вот тоже, он очень красивый. Вот он тоже для дождя, для, ну, для таких погод, именно дождливо, когда вот листья падают, когда вот этот вот воздух пропитан какими-то такими осенними листьями. И ветивер, конечно, в этом плане просто божественный. Да, у них есть общие. у них есть общие. специи считаются, следующий аромат специи. Специи считают, это, ну, вот, очень много покупают его дамы себе. И отзывы какие? Безумно сексуальные, безумно манкие, притягающие, притягательный аромат. Аромат тосканского сада. То есть, это лавр, майоран, полынь, лаванда, листья томата, сладкий укроп. Все спе... вот, именно, как доминирующий. Очень красивый тоже, необычный аромат специи. Кто любит специи, у нас есть еще, ну, как бы в Одессе представлены различные папури, специи. То есть, это ягоды, цветы, коренья, которые были высушены и потом в масле, ну, как бы, пропитаны маслами и они идут для интерьерных ароматов, для интерьерного дизайна. У нас один клиент подсел на эти папури из Краматорской, он десятками штуки вот здесь залипает. Он есть. Зашел клиента своей там, любимой, кому нравится это. И они постоянно на подарки и просто покупают. Но папури шикарные, шикарные. Продукция у нас еще не совсем такая востребованная в Краме. Но ниша такая. Еще есть куда расти именно папури. Тоже просто. Да. Да. Это банная линия. Они только... Да. У них и не было. Был интерьерный аромат у них в спрее. Есть еще интерьерный аромат в Алиэвропея. Ну вот именно для дома. От духов. Лосен, да? Лосен, да. Они потихонечку, кстати, банную линию тоже там сокращают. Они оставят шампунь, гель для душа, кондиционер для волос. И мыло. То есть они мыльное оставили, а вот лосен говорю, нет, что же делать? Они его потихонечку уходят. Да, да, да. Умот. Ну, он натуральный. Массовый, ну, это просто. Да, да. Из-за того, что они быстро портишлись, и у них получается, мы только покупаем, ну, и страны постсоветские, а бронбейцы не покупают. Почему? Поэтому они говорят, мы выводим, но менеджер мы сделаем. Что же это все на ней за натуральный? Натуральный, натуральный. Там запахи вообще обалдят. Ну, почему же не так? Они даже, ну, потому что он портится. Если он полежал там полгода, потом пока мы получили его, там, пока он у нас еще, все, я все, в области уже вышел. Там же очень четко одружка, там чувствуется одружка. Конечно. Немножко снишло, что все уже. Это у тебя есть, вот она может быть. Точно, вот она точно заметна. Да нет. У меня тоже нет. Нет, и все ароматы, которые я уехала вот до этого, я их возвращала. А теперь посмотрите, что у нас уже все гарманы, я все за себя сделала. Ну вот, да. Через сколько переходим? Ну вот сейчас закончим. Ну да, давайте идем на небольшой. Давайте отдохнем. И последний аромат, который мы будем рассматривать, это дико-лаванда. Аромат, созданный в духе классических, английских, поди-колонов. И кто любит именно лаванда? Лаванда, это обычный компонент, который присущ папоротниковым, ну, фужерным семействам. Вот. Опять-таки, прозрачность, элегантность и пристрастие к нотам лаванды. Кто любит лаванду, то есть лаванда, она обладает также успокаивающим действием. Вот. Поэтому, кто любит лаванду, и кто любит именно такое, что-то с одной стороны традиционное, с другой стороны чистая. Вот. Многие парфюмеры нишевые выпускают с лавандой ароматы, которые ассоциируются вот с бельем, который принесли с мороза. Вот какая-то проходит, ну, какое-то время, сейчас, возможно, это будет для вас немного резко, но вот отложить этот аромат, и вы почувствуете вот эту морозную свежесть, вот, которую дает лаванда. Хрустящее такое звучание, чистоту, прозрачность. Основные ноты это кориандр, лаванда, гальбанон, мускатный шалфей, можжевельник, перец, мускус и розмарин. Для меня это аромат праздника, я могу на все равно, даже лаванда. Лаванда очень хорошая, очень. Алёна, ты фоток никаких не брала? Она вот очень мало, не отталкивается, она подходит на битой, она не отталкивается. Ну вот, да, 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 да. Быстро, я не знаю, как аромат он ест. Я не люблю лаванду, но здесь... Ну, лаванда, она недолго играет, ну, как бы, недолго играет.